Десять часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск в студии Лунары Бекусинова. И Арастан Балтин мы продолжаем. Ну и сейчас информация для школьников из-за сильных морозов. Учащихся в нескольких регионах Казахстана перевели на дистанционное обучение. В таком формате занятия пройдут для учащихся всех классов и студентов первых и вторых курсов колледжей в Павлодарской, Улытаусской, Костанайской, Акмолинской и области Абай. Онлайн будут учиться также школьники столицы и Усть-Каменогорска. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие три дня. По данным КАЗ Гидромета, морозы окутут северную, западную и центральную части республики. Столбики термометров опустятся до отметки минус 30 градусов. Тем временем почти 100 участков дорог закрыли в 16 регионах Казахстана из-за непогоды. Ограничения введены в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атраусской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Казалардинской, Павлодарской, Туркестанской, Житасовской и Северо-Казахстанской, а также Восточно-Казахстанской областях. Казахстанцам настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов. Между тем 147 населенных пунктов в Западно-Казахстанской области под угрозой подтопления. В зоне риска находится и областной центр. Специалисты ведут постоянный мониторинг приграничных территорий и гидросооружений. Пока обстановка стабильная, заверили в региональном ДЧС. С улиц и придворовых участков коммунальные службы вывезли больше 500 тысяч кубометров снега. Также спасатели косят камыш на реках, бурят лунки и режут лед. С 25 февраля планируют начать взрывные работы. На сегодняшний день у нас по области заготовлено более 1000 единиц техники, подготовленные более 4000 личных составов, заготовка инертных материалов, более 122 тысяч горючих смазочных материалов. Также у нас на сегодняшний день подготовлено 122 тысячи мешкатары. Также 32 тысячи мешкатары уже заполнены грунтом и закреплены на опаводках опасных участков. Продолжение следует... 134 тысячи абитуриентов сдали январское ЕНТ. Из них 77,5% набрали пороговый балл. Наивысшие отметки получили всего 72 абитуриента. Цифры озвучили в Министерстве науки и высшего образования. Больше всего тестируемых выбрали комбинацию предметов естественно-математического направления, а именно биология, химия и математика и физика. Специалисты считают, что это хороший результат для первого ЕНТ в новом году. Впереди абитуриентам предстоит сдать еще 4 таких экзамена. Здесь необходимо отметить, что с результатами ЕНТ января, марта и августа можно поступить в узноплатной основе. Для участия в конкурсе на обсуждение абитуриентного гранта необходимо участвовать в ЕНТ, который будет проходить в мае-юле месяце. ЕНТ прошло в штатном режиме. Нужно отметить, были нарушения. 157 нарушений обнаружено. Попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Такой возможности лишились 107 абитуриентов. 50 выпускников удалили из аудитории за нарушение правил. Их результаты были аннулированы сразу, отмечают специалисты. Что же касается апелляции, то этой возможностью воспользовались больше 110 тысяч абитуриентов из 136 тысяч. Взаимное признание документов о медицинском и фармацевтическом образовании в странах ЕАЭС пока прорабатывается. Этот вопрос может быть решен в пятилетней перспективе. Такой прогноз представила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтанаиумырбекова. В странах ЕАЭС сегодня различаются сроки, наименования, специальности и требований к подготовке медиков. И для решения о взаимном признании диплома врачей необходимо сначала гармонизировать систему подготовки профильных кадров. Напомню, 14 февраля депутаты Мажелиса ратифицировали соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в странах ЕАЭС. Гражданин, условно, Республики Казахстан, имеющий степень, допустим, кандидата наук, доктора наук, он может приехать в одну из стран ЕАЭС. И ему не надо проходить эти процедуры признания его документа о том, что он имеет ту или иную ученую степень. Она теперь будет признаваться автоматически. Этот процесс также положительно скажется и, возможно, на какой-то научной кооперации академических кадров. В целом, пока, если мы говорим о медицинских специальностях, признание документов о медицинском и фармацевтическом образовании пока только прорабатывается. Школьника из Шимкента пригласили сразу 8 лучших вузов мира. Его заметили благодаря внушительному списку побед в международных и республиканских олимпиадах. 17-летний Алексей Ким также активно занимается волонтерской деятельностью, спортом, а еще помогает детям изучать английский язык. С талантливым юношей познакомились и наши коллеги. Слово Катерине Попковой. Алексей Ким получил приглашение на учебу от ведущих университетов мира. Его ждут вузы США, Канады, Великобритании. Своё будущее он планирует связать с IT и уже решил, где будет изучать новые технологии. В начале 11-го класса я подумал, что Нью-Йорк – это же мечта, можно сказать, для многих. И для меня в том числе. Я решил тоже туда подать документы. И как видно сейчас у меня все получилось. Мне дали грант при поступлении. Я бы хотел Казахстан развить, чтобы моя страна шагнула вперед в сфере науки и компьютерной технологии. Привлечь внимание мировых лидеров в образовании, по мнению Алексея, ему удалось за счёт хорошей академической успеваемости. А ещё у него много увлечений – волонтёрство, изучение иностранного языка, спорт. Алексей уверен, все его достижения – это большой кропотливый труд. С ним очень интересно работать на уроке. Он, конечно, очень ответственен. Он участвует во всех мероприятиях школьных, городских, областных, республиканских. Также он является призёром Республиканской Олимпиады по английскому языку. С каждым годом талантливых детей всё больше и больше. Дети стараются участвовать в Олимпиадах, в конкурсе научных проектов. У них проявляется большой интерес, потому что всё-таки это есть ещё и на республиканском уровне, это есть и материальная поддержка тоже. Поэтому они стремятся к этому. В Шемкенде сейчас шесть государственных школ работают с одарёнными детьми. Чтобы учиться в них на бесплатной основе, нужно успешно сдать экзамены. У более шести тысяч детей это получилось. Алексей Ким не единственный школьник из мегаполиса, кем заинтересовались лучшие вузы мира. Приглашения от топовых университетов получили пять выпускников. Им предложили гранты, которые полностью покроют обучение. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулу, Нурмахамбек Муратов, Шемкент, 24КЗ. И к другим темам. В Казахстане по итогам прошлого года снизился уровень безработицы. Сегодня он составляет 4,7%. Наконец, в декабре в органах занятости в качестве безработных были зарегистрированы почти 128 тысяч человек. По каким причинам люди остаются без стабильного источника дохода? В рубрике «Первая цифра» расскажет наша коллега Айсулу Махмутову. Айсулу, вам слово. Доброе утро, коллеги. По данным Национального бюро по статистике, в прошлом году в различных сферах экономики трудились более 9 миллионов человек. Из них почти 7 миллионов человек, или 76,4% работали по найму. Свыше 2 миллионов считались самозанятыми. Подробности далее. Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли, образования, промышленности и сельского хозяйства. А вот количество безработных на конец декабря составило почти 450 тысяч человек. Основной процент казахстанцев, не имеющих стабильного заработка, зарегистрировано в городах Алматы, Астана, Туркестанской, Алматинской и Шамбылской областях. Наименьшее число безработных наблюдалось в новых регионах. В Алутаусской области 4,5 тысячи человек, в Читусусской почти 15 тысяч и чуть меньше в Абайской. Причинами, по которым казахстанцы остались неудел, стали увольнения по собственному желанию, по состоянию здоровья, сокращение штата сотрудников, либо окончание срока договора, банкротство организации. Говорить, что в Казахстане производство снижается, и, как скажем, тренд годовой или в течение нескольких лет подряд, то это, наверное, рано. Экономисты уже не первый год спорят и говорят четко и ясно, всегда, практически везде, что самозанятые, это и есть фактически безработные в Казахстане. То есть это во-первых. А во-вторых, почему официально не регистрируются безработные? Потому что для того, чтобы зарегистрироваться, нужно официально встать на учет и там на еженедельной основе отмечаться. Людям это сложно технически осуществить. В органах занятости в прошлом году были зарегистрированы 128 тысяч человек. Лица, оставшиеся без стабильного источника дохода, но за которых работодатель вносил все положенные взносы и отчисления, могли рассчитывать на получение социальных выплат. К примеру, по итогам прошлого года пособия по безработице получили 224 тысячи казахстанцев. На эти цели было выделено 50 миллиардов тенге из Госфонда социального страхования. Подставим на 1 февраля 2024 года численность составила 79 тысяч человек. На выплаты было направлено 5,6 миллиардов тенге из Госфонда социального страхования. По Казахстану на сегодняшний день средний возраст составляет 40 лет. Наибольшее число получателей социальной выплаты по потере работы у нас отмечено в Атравовской области, Мангисталской области, город Алмата и Астана. В зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца, безработные казахстанцы могут получать выплату от 1 до 6 месяцев. Напомним, с прошлого года коэффициент замещения дохода для расчета социальной выплаты в стране увеличили до 45%. И в завершение информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 448 тенге и 19 тинов, евро 481 тенге и 34 тина, рубль 4 тенге и 89 тинов. На этом я завершаю экономический обзор. Коллеги, передаю слово вам. Спасибо, Ислу. Это была наша коллега Ислу Махмутова в рубрике «Первая цифра». Хорошего дня. Участник транснациональной ОПГ экстрадирован из Баку в Казахстан. Мужчину подозревают в контрабанде свыше 24 килограммов золота. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Сумма ущерба 633 миллиона тенге. Подозреваемый был задержан на территории Азербайджана в июле прошлого года. Сейчас он водворен в следственный изолятор столицы. Иностранцу грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. И к новостям страны. Жители села Куктал Жамбылской области выступают против работы местного завода по производству жидких масел. Сельчане жалуются на неприятный запах, исходящий от цехов. Более того, люди стали чаще болеть респираторными заболеваниями. Подробнее расскажут наши коллеги. Завод по производству рафинированных масел и жиров – единственное крупное предприятие в округе. И хотя оно обеспечивает работой 40 человек, сельчане этому соседству не рады. Говорят, его работа негативно сказывается на их здоровье. Запах от разогретого до 300 градусов масла чувствуется в каждом уголке села. У нас даже не спрашивали разрешения на строительство этого завода. Тут так сильно неприятно пахнет, когда он работает. У нас у всех, у наших детей болит горло, голова. Мы все стали аллергиками. Это производство вредит нашему здоровью. Сельский врач подтверждает, в последние годы местные дети стали чаще болеть. Как педиатр могу констатировать, что местные жители, в особенности дети, чаще стали обращаться за медицинской помощью. Пациенты приходят с симптомами респираторных заболеваний до шести раз в год. У некоторых развивается обструктивный бронхит. Тем временем руководство завода уверяет, получаемое из Павлодара сырье нагревается при высокой температуре только на последнем этапе производства. Мы сотрудничаем с коллегами из России и Китая. Собираемся устанавливать фильтры-отстойники. Все экологические требования нами соблюдены. Сам завод находится в сотне метрах от живых домов. В районном отделе предпринимательства о жалобах на завод не в курсе. Говорят, жалоб не поступало. Но ведомство готово вместе с экологами проверить производство. Мы сформируем комиссию, приедем, свяжемся с самим предпринимателем. Выясним, все ли по закону работает. Разберемся. Владелец производства пообещал местным жителям в течение года установить необходимые фильтры. Продукция завода реализуется не только на рынке Казахстана, но и за его пределами. Наталья Волкова, Мирей Баэт, Бакаджан Бапаев, Жамбулская область, 24КЗ. Ежегодно из-за неблагоприятной экологии умирают 9 миллионов человек, сообщает агентство Reuters. На статистику влияет и шумовое загрязнение. Это в том числе гул движущегося транспорта, работающих фабрик и электростанций. К эфиру присоединяется наша коллега, международный обозреватель Сандулаж Байгуаныш. Сандулаж, еще раз приветствуем. Доброе утро. Давайте еще раз напомним, какая все-таки норма звука приемлема для человека. Да, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, уровень здорового шума не должен превышать 55 дБ днем и 40 дБ ночью. Выход за пределы этих значений может создать проблемы для здоровья тех, кто находится вблизи источника звука. Об этом, а также о методах шумоподавления в разных странах, расскажу в обзоре. Продолжительный шум негативно отражается на психическом и физическом здоровье людей. Он атакует слуховые каналы и вызывает гипертонию, утверждают эксперты. Только в Европе ежегодно регистрируется 48 тысяч новых случаев ишемической болезни сердца. По статистике, наиболее чувствительно к звукам старшее поколение – это 72% людей в возрасте от 58 лет и старше. Уже больше 10 лет мы знаем, что шумовое загрязнение оказывает прямое влияние на здоровье населения, нарушая работу сердца и кровеносных сосудов, увеличивая частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Акустическое загрязнение считается одной из основных экопроблем современных мегаполисов. Институт глобального здоровья Барселоны представил рейтинг самых громких дорог в городах Европы. В топ-3 вошли Париж, Рим и Мадрид. На французскую столицу приходится почти 70% звука от транспортного движения. Далее следует Рим, где показатель на оживленных улицах составил 60%. Чуть менее шумно оказалось на дорогах Мадрида. В антилитерах также Мумбаи, Нью-Йорк, Токио и Буэнос-Айрес. В Барселоне, Амстердаме, Роттердаме и Париже между трамвайными путями уже несколько лет укладывают газоны, которые снижают уровень транспортного шума. Впервые такой метод начали применять еще в 1924 году в Ливерпуле. Но лишь в последние годы европейские власти стали массово использовать эту технологию для решения проблемы. На улицах столицы Нидерландов работают специальные дорожные радары. Если мимо такого устройства проезжает транспорт, издающий шум выше 83 дБ, на дисплее загорается надпись «Слишком громко». Коробка подключена к штатной камере контроля скорости, которая фотографирует номер авто для выписки штрафа. Его размер достигает 280 евро. Так местные власти намерены снизить уровень шума от старых или неисправных машин, а также от мотоциклов и мопедов. Штрафы от 220 до 2000 долларов за слишком шумные двигатели начнут выписывать и власти Нью-Йорка. Выявлять водителей помогут специальные устройства, которые американские СМИ уже назвали камерами слежения за шумом. Пилотный проект уже запустили в районе Манхэттен. В скором времени детекторы установят в Майами и Ноксвилле. Устройства могут не только отмечать шум от проезжающего транспорта, но и при помощи камеры фиксировать номерной знак нарушителя. В радарах стоят несколько микрофонов, которые анализируют микрозадержки в поступающих волнах и позволяют определять звук от разных машин даже в потоке. Евросоюз планирует сократить к 2030 году уровень акустического загрязнения на 30%. Для этого в том числе вдоль автомагистрали планируют высадить деревья. Насаждение, как отмечают эксперты, может снизить уровень шума до 12 дБ. Пусть их практика будет успешной. Может быть и мы чего правильного переймем для нашей страны. Спасибо, Сандугаш. Это была наша коллега Сандугаш Байгуаныш в рубрике «Контур мира». Благодарим. Сильное наводнение накрыло несколько городов Амана. Больше всего пострадала северная часть страны. Погибли 6 человек. Трое из них дети. Вода также затопила сотни домов и десятки автомобилей. Пострадавших эвакуировали. Школы и офисы временно закрыли. Паводки в стране начались после непрекращающегося дождя на протяжении нескольких дней. Власти порекомендовали жителям не покидать свои дома. Эксперты отмечают, инфраструктура арабского султаната оказалась не готова к удару стихии. В Амане всего несколько дренажных каналов, что делает страну уязвимой перед природными катастрофами. Но вот Япония уступила Германии место третьей экономики мира. Островное государство впало в рецессию. В четвертом квартале его ВВП снизился на 0,4% и составил 4,2 триллиона долларов в номинальном выражении. Немецкий, в свою очередь, достиг 4,5 триллионов долларов. Главными проблемами для японской экономики стали спад производительности труда и старение населения, считают аналитики. Кроме того, еще одним негативным фактором в минувшем году стало ослабление валюты иены. Решить проблему кадрового дефицита могла бы иммиграция. Однако японское общество остается довольно закрытым для работников из других стран, отмечают эксперты. 20 миллионов евро ближневосточному агентству ООН выделили власти Ирландии для помощи палестинским беженцам. Об этом сообщил министр иландостранных дел страны Михол Мартин на пресс-конференции в Дублении. Палестик также призвал другие страны-доноры возобновить финансирование БАПОР. Отмечу ранее, организация поддерживала Италию. Власти страны отправили в агентство больше 10 миллионов евро. Это уже второй пакет финансовой помощи с декабря прошлого года. Напомню, ранее больше 10 стран приостановили поддержку агентства после того, как ее сотрудников обвинили в причастности к атаке Хамас на Израиль. Структура ООН представляет убежище и продовольствие для более миллиона палестинцев. Тысячи фермеров вышли на массовые протесты на западе Польши. Участники акции заблокировали тракторами главные улицы. В ход также пустили пиротехнику и яйца. Ими уже забросали офис Еврокомиссии в городе. Аграрии недовольны новыми мерами ЕС по борьбе с изменениями климата, высокими налогами, а также импортом товаров из-за рубежа. Отмечу, 20 февраля активисты планируют провести еще одну забастовку теперь уже в столице страны. Мы должны остановить зеленую сделку Европейского Союза. Мы будем сами решать, что и как выращивать на нашей земле. Мы не хотим, чтобы за нас принимали решения. Между тем в Италии продолжается забастовка фермеров. На митинг в столице вышли больше 20 тысяч человек. Аграрии держали в руках плакаты и скандировали лозунги. Они недовольны ростом цен на горючее и влиянием мер ЕС, направленных на защиту окружающей среды. Активисты также настаивают и на возобновлении налоговых льгот, которые правительство отменило в этом году. Власти же в свою очередь пообещали освободить их от части сельскохозяйственных платежей. Но протестующие считают этого недостаточно. Ну а сейчас к спорту. Сборная Казахстана сохранила свое положение в рейтинге Международной Федерации Футбола, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. В новом зачете наша страна осталась на сотом месте. И прямо сейчас эфир продолжит наш коллега Алишер Накипов в рубрике «Спортлайв». Алишер, для тех, кто только что присоединился к нашему каналу, к нашему эфиру, кто не видел эфир восьмичасовой. Еще раз напомню, пожалуйста, как обстоят дела у лидеров рейтинга. Есть ли кардинальные изменения? Да, еще раз хотел бы напомнить, что первая десятка изменений не претерпела. Лидерство в рейтинге FIFA сохраняют действующие чемпионы мира – аргентинцы. На второй строчке идут французы. На третьей позиции располагаются англичане. Что касается сборной Казахстана, у нас еще будут шансы подняться выше в зачете. В конце марта команда Магомеда Адива полетит в Грецию на полуфинальный матч плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала выйдет в основную стадию Евро-2024. Казахстанскому спорту необходим качественный прорыв. Ключевая цель здесь и сейчас – сделать его доступным для населения. Соответствующие поручения на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта дала заместитель премьер-министра Тамара Дюсенова. Сегодня доля детей и подростков, вовлеченных в занятия спортом, чуть выше 26%. Препятствием для развития массового спорта остается нехватка инфраструктуры. Последняя проверка показала – в отдельных регионах спорт-объекты есть, но только на бумаге. Для определения реальной потребности ревизии действующих спортивных объектов мы провели вместе с вами масштабную интервизацию во всех регионах страны. В результате по республике из 43 тысяч не подтвердилось наличие 7800 объектов. Некоторые регионы представляли футбольными полями, заросшие участки на окраине поселков, без соответствующих ограждений, воротами к устану производства. Пересмотрят и меры финансовой поддержки сферы. Как отметила заместитель премьер-министра Тамара Дюсенова, важно оптимизировать перечень приоритетных олимпийских видов спорта, сфокусировав внимание на развитии опорных видов или на тех, где казахстанские атлеты могут выиграть наибольшее количество медалей. Здесь также хотела обратить ваше внимание на международную практику. К примеру, в Германии, где проживает более 80 миллионов населения, в летние олимпийские игры включены лишь 18 видов спорта как приоритетные. В Австралии, где проживает более 27 миллионов человек, 12 видов. Я говорю только о летних олимпийских играх. А у нас по обозначенной категории включены 45 видов. Насколько мы готовы по этим 45 видам и какие мы имеем сегодня достижения, вам всем известны. Самое главное, эти виды спорта, они должны исходить из научной основы и исходить из нашей страновой специалии. В Шимкенте проходит командный чемпионат страны по полевой стрельбе. Среди мужчин первое место в дисциплине стрельба из винтовки на 50 метров из трех оппозиции. Завоевала команда Алматы. Из пистолета на 10 метров среди женщин лидерство также у Южной столицы. В дисциплине на ту же дистанцию, но уже по движущейся мишени, победа у хозяек турнира команды из Шимкента. Отмечу, что на данных соревнованиях принимают участие все члены сборной Казахстана. Среди них и обладатели лицензии на Олимпийские игры Ислам Садпаев, Александра Алея, Константин Малиновский, Арина Алтухова и Никита Чирюкин. Турнир в Шимкенте завершится уже сегодня. Ну что ж, коллеги, хотел бы вернуться к первой новости и поговорить о ней еще немного. Я считаю, что реформы в отечественном спорте назрели уже давно. У нашей страны огромное количество ресурсов, огромное количество возможностей, но все их мы распыляем на огромное количество видов спорта. Ну если такие реформы помогут развитию спорта в целом, ну и соответственно развитию мастерства, профессионализма спортсменов, это будет, конечно же, хорошо, но самое главное сейчас мероприятие, которое ожидается всем миром, это Олимпиада, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. И вся страна, Казахстан ждет много медалей от наших спортсменов по разным дисциплинам, в особенности это золото. И если наши спортсмены смогут показать себя с лучшей стороны, а смогут ли наши спортсмены, как вы считаете, какие прогнозы, Алишер? По прогнозам представителей МОК стоит задача реабилитироваться после летней Олимпиады в Токио и как минимум несколько золотых медалей выиграть. А я добавлю не только к летним Олимпийским играм в Париже готовится весь мир, а также и к всемирным играм кочевников в нашей стране. Будем болеть и желать победы нашим спортсменам. Да. Что ж, желаем удачи, победы и успехов всем нашим спортсменам. Спасибо, Алишер Накипов был со своей рубрикой «Спортлайв». Активинские спортсмены мы продолжим. Готовятся к пятым всемирным играм кочевников на международных стартах. Они выступят в таких дисциплинах, как Аудараспак, Казахшакурез и в состязаниях Биркучи. По другим видам спорта отборочные турниры еще только предстоят. Специалисты говорят, что есть неплохие шансы завоевать путевку и в Тогас-Хумалак. Юбилейные игры кочевников всего мира в этом году принимает Казахстан. И серебряный призер третьих игр 2018 в дисциплине Аудараспак, актюбинец Арман Сагымбаев сейчас усиленно готовится к международному старту в Астане. По опыту знает, что на подобных соревнованиях проходных схваток не бывает. Соревнования по Аудараспаку проходят в шести весовых категориях. В каждой будем готовить по два участника. После отбора самые лучшие представят страну на соревнованиях. Постараемся сделать все возможное, чтобы завоевать золото. На нас дополнительная ответственность, так как игры пройдут в нашей стране. Всемирные игры кочевников – это ближайшая цель и Нуржана Яркенулы. Чемпион мира среди молодежи по Аудараспаку хоть и увлекается несколькими видами спорта, но предпочтение отдает борьбе на лошадях. Я занял третье место на чемпионате Казахстана по борьбе на поясах. Но мне больше нравится именно Аудараспак. Утром учусь в колледже, а после обеда тренируюсь. На лошади я совсем не устаю. Готовлюсь к играм. Если пройду отбор, хотелось бы выступить. Сейчас школу по конным видам спорта посещают больше 300 детей и юношей. Своё мастерство они совершенствуют в четырёх видах. Аудараспак, кокпар, жамбеату и тенге-элю. Зимой в этом же крытом манеже занимается сборная области. Планируется, что в предстоящих всемирных играх кочевников актюбинцы выступят в нескольких видах спорта. Сама программа состоит из 20 видов спорта. Не все эти спортсмены наши виды спорта охватят. Но по отдельным видам спорта у нас есть неплохие результаты, хорошие показатели. Такие виды спорта, как Аудараспак, кокпар, казашек-рес, Толос-Кумалак, по таким видам мы думаем, что Актюбинская область будет участвовать. Точное количество спортсменов и видов спорта, в которых они выступят, на всемирных играх кочевников будет известно по итогам отборочных соревнований. Весной в Казаларде пройдут состязания по кокпару, а на турнире в Атырау выберут лучших в Аркан-Тарту. Наталья Салькова, Инадин Балдобеков, Актюбе, 24 КИЗ. А сейчас продолжим выпуск новостями культуры. Казахстанский фильм получил сразу 4 приза на международном кинофестивале во Франции. Картина «Ай-Хай» стала обладателем гран-при жюри и завоевала симпатии профессионального сообщества кинокритиков. Отдельно отмечена актерская игра исполнителей главных ролей фильм «Ай-Хай», вторая полнометражная работа Кинджибека Шайхакова. Фильм посвящен трогательной истории выживания людей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Мы считаем, что это чрезвычайно сильная работа, которая раскрывает очень тяжелую тему ядерных испытаний и их последствий для окружающей среды. Мы были потрясены. Сценарий, сюжет, монтаж, качество картинки впечатляют. История тронула нас до глубины души. Я думаю, что тема пронзительная этого фильма действительно остается злободневной. И я, как член жюри, был очень тронут этими теплыми отношениями между отцом и сыном в такой ужасающей обстановке. Поэтому я очень благодарен всей команде. Это были все новости к данному часу. Напомню, в студии работали Луна Рабиб Пусинова. Я Растан Балтин. Оставайтесь на канале 24КЗ. Увидимся. Передаем слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин